добрый вечер друзья у меня у меня сегодня день немножко пошел не по плану я вам об этом много раз говорил что не всегда я могу как бы контролировать свой день и временами какие-то какие-то обстоятельства вносят свои коррективы поэтому но новой жилплощади для перепелок распаковочки сегодня не было и вы не увидите ее я думаю что завтра но как бы это не проблема на самом деле потому что все перепелки сидят в клетке но один ярус у меня там нет выката для яиц поэтому было бы все-таки хорошо их пересадить но как получилось так и получилось знаете у них все хорошо но почему-то я все равно переживаю вот за вот этого поросенка он всегда с такой силой я молча сейчас секунду все он-то кушает но кажется он так всегда туда гребется все я вылажу я ему короче я сегодня с утра управлялся в течение дня как бы ничего тут не делал просто парочку парочку раз пришел последить за овсяночкой потому что опорос должен уже как бы быть это пьет морю опорос уже должен быть но его нету поэтому я раз пришел второй раз и вот сейчас пришел управляться у всех почистил покормил я даже сегодня поросят не колол им железо хотя мы не сегодня нужно было это сделать смотрите какой пузырь гляньте какая толстая свиночка короткая смешная и этот такой толстый а тут такой маленький худой я за него немножечко переживаю но на самом деле они все такие прям хорошенькие знаете когда что-то у свиноматки а пошло не так знаете да но как бы вы видели что одна подавила но как бы побила поросят в день опороса на новый год можно сказать потому что я проразевала порос 2 у старой свинки заболели тоже пропали поросята меня ругали 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 да а когда у свинки все хорошо как бы это тоже моя свинка знаете как бы и я же не работаю с каждой свинкой по разному да все абсолютно стандартно и у нее все нормально с поросятами меня никто не ругает почему никто не ругает ну вот так это знаете я стараюсь к этим всем скандалом по поводу того что происходит у меня в хозяйстве относиться так с юмором немножко но на самом деле вот чем этот опорос отличается от всех остальных они чем такой же такой же мой он в таких же загонах с таким же кормлением абсолютно все идентично ну просто там кто-то кто-то из зрителей написал правильно что она вот так знаете кидается в глаза что вот четыре выводка и все не так все не так потому что все четыре свиноматки молодые если бы молодые как бы ну размешались со взрослыми свиноматками ну я имею ввиду опоросы то это может было бы не так заметно это правда вот ну правильно вот так написали в комментариях ох и пузатые аж ноги так переставляет пузо толстые мони сколько у мамы много да такие дела сегодня она первый раз за все дни съела все что я насыпал вот так как бы я им сыплю по три по три литровых вот таких кружки кушать внутри утром и три вечером ну и я у нее постоянно все выгребал а сейчас смотрите какая молодец все опороса как бы матка у нее наверное уже сократилась и вот такие как бы симптомы опороса у нее прекратились она даже сегодня меня пустила ну хоть я и не колол поросят но я имею допустила меня явно перепелок помет убрал так что уже более мамка успокоилась смирилась тем что у нее поросята есть но и как бы и ко мне уже тоже более так лояльно относятся вот такие вот дела не поколол поросят и знаете вот мне нужно то их поколоть но там и на флаконе написан третий десятый день потом с повтором через неделю я вот как всегда как с теми большину как с теми у малолеток у свинок ну как бы тоже я дотянул 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 а потом все вместе поколол и я вот себе думаю если завтра пройдет опорос у этой красоточки то наверное завтра колоть не буду там поросят представьте сейчас их буду ловить она будет стрессовать тут у нее будут маленькие поросята и короче я вот себе думаю может и правда дождаться завтра послезавтра этих а потом этим будет три дня тем шесть или семь и поколоть их железом одновременно только правильно вы написали помню прошлое порос вы написали что я начал колочь или это еще тогда писали и вот это тоже такой логичный комментарий и вы мне написали что зря я сначала поколол поросят у этой свинки а потом перешел к этой потому что это агрессивная это доброе это ругается но на меня не кидается это так себя ведет чуточку агрессивно что если колоть поросятам железо ну и вообще любые манипуляции то нужно их выловить сначала этих сделать им все процедуры а потом уже там наверное так и сделаю ну вот так еще тоже пока вот об этом разговаривают тоже вспомнил мне написали по поводу того сколько можно свиноматки опоросов смотрите взрослые свинки идеальные мама мамульки как бы со временем они опытом у них все хорошо они хорошо поросятся хорошо кормят но чем старше становится свинка ей не сложно покрыться ей не сложно опороситься но ей уже сложно их кормить потому что уже молочность немножко портится ну и как бы говорю не сложно опороситься это тоже вот с каждым следующим опоросом у нее вот этот опорос может растягиваться во времени понимаете он становится длиннее и вы уже следите за тем какой у нее как выглядит у нее выводок то есть вы смотрите вот это все комплексно через сколько после отлучки поросят она пришла в охоту как бы на это обращаете внимание сколько поросят у нее в помете чем старше становится свинка может быть у нее меньше поросят как бы все-таки с возрастом яйцеклетки у свиноматок не бесконечные при том они опорос у них проходит в размере там 5 20 поросят да вот такой диапазон а яйцеклеток за один раз выходит в разы больше то есть до 50 но бывает и чуть меньше бывает и больше как бы но не все яйцеклетки оплодотворяются поэтому не все яйцеклетки не оплодотворяются и не все яйцеклетки которые оплодотворились до достигают рогов матки как бы и не все прикрепляются то есть выходит больше яйцеклеток опорос всегда вот такой стандартный ну как бы в диапазоне от и до ну я думаю как бы я вам объяснил вообще в норме свиноматки спокойно живут на хозяйстве до пяти лет а дальше вы уже за ней наблюдаете до пяти лет у свиноматки может быть до 10 опоросов как бы два с половиной опороса в год 5 опоросов за два года в первый год у нее один опорос как бы в год она поросится да ну вот 4 4 года 10 опоросов и год 11 то есть в пять лет у свинки в среднем 10 опоросов а дальше уже следите может быть одиннадцатый и двенадцатый в зависимости от того как о ну какое самочувствие у свинки конечно чем старше свинка если есть возможность выпускать ее погулять чтобы ну как бы она не залеживалась и была более активно это тоже поможет свинки но знаете знаю такие вот хозяйства таких вот людей которые не вьетнамцев обычных свиней вот держат свиней на от корме покрывают две-три свинки поросятся по одному разу свиней на мясо поросят на откорме две-три свинки покрывают в дальнейшем поросят оставляют свиноматок на мясо как бы держат по одному поросу это максимально выгодно если вы содержите только откорм то есть у вас там несколько станков для опороса то несколько загонов больших для откорма это у вас получается бесплатные поросята мы тоже это у меня на канале обсуждали этот момент ох и ходит пузатая ну вот так так что а вот обратите внимание те которые самые худенькие приходят самые первые кормушки потому что возможно им чуточку молока не достает и они вот каждое компление самые голодные но я думаю что по поводу количества опоросов я объяснил да можно 12 штук ну 12 опоросов можно спокойно держать я думаю ну если бы хельга и брюлька остались они из самых старших вот у них было бы уже больше десяти опоросов вот к этому моменту это точно ну как бы вот за год меньше чем за год три опороса было у этой свинки вспомните когда у них были опоросы в прошлом году это был февраль месяц 27 февраля в этом году потом они поросились летом и в этом году у них опять опороса уже в январе да то есть как бы за 11 месяцев это 3 3 опорос но мы не считаем вот эти пять четыре месяца супер осности того первого опороса но как бы за год 3 опорос прошел ну вот так ведь все таки некоторым поросяточкам чуточку молока не достает но я думаю что все будет нормально да дурин душка когда у тебя будет опорос когда красотульки мои мамонты огромные тут все шустренькие веселенькие прям я прям не нарадую знаете я почистил подстелил они сено собирают бегают скачут вот это такое броуновское тут движение красота мамулька покушала а теперь давай ее мучить вот когда свинка небольшая и поросят много а у этой булочки девять штук как бы для нее знаете а вот как вам объяснить первая пороса свинок и они маленькие вот конечно плохо что мало поросят у у нытья и у хавроньи ну вот плохо что мало поросят но при этом нытья и хавронья первое вскармливание не будут вот такие прям худые как будет она потому что как бы хорошо она не ела а у нее отменные аппетиты все равно она маленькая то есть если бы она была больше у нее был бы больше запас питательных веществ она бы могла в себя съесть больше у нее был бы больше желудок а так как бы она кушает хорошо ей стараюсь дать побольше но вот все равно чуточку не доела потому что не вмещается в нее понимаете а поросяточки кушать хотят в них все вмещается вот так поэтому вот этих поросяточек будем отлучать в ровно в месяц ровно в месяц они сейчас на подкормке они к месяцу у них будет уже вырабатываться фермент который переваривает к корма грубые но не только материнское молоко и я ее и их 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 спокойно от нее отлучу а она пусть отдыхает немножко а там посмотрим если придет в охоту и соберется замуж прям вот так быстренько через три дня после отлучки то можно и покрывать да чё тянуть вот так мама пошел целовать да вот так мама пошла целовать дотя маленькая вот так посмотрим что будет да дуриндушка это тоже знаете буквально еще буквально еще на самом деле она мне кажется обогнала уже гороха мне там написали что зря его на назвал горох его нужно было назвать перец как бы тоже из овощей но круче звучит да но мы не нам не сложно документы ему менять не нужно так что можно его называть как угодно она прям хорошо хорошо подросла и буквально ну вот я вам серьезно еще две недели у нее настолько отменный аппетит вот еще две недельки она посидит здесь сама и они они сравняются с булочкой ну вот серьезно сравняется это еще станет чуть меньше а то станет побольше будут прям одинаковые да давай кушать то есть и спина горы за тебя съедят будьте как ест живот прям полный кушает прям отменно ты моя хорошая а такие вот дела молоко я у нее проверял не буду уже заходить сейчас как бы нету ну вот такого молока чтобы должна прям опорос вот начаться нету она абсолютно спокойная у нее начались 115 сутки то поросилась на 116 так что я никуда не тороплюсь она тоже и даже ночью приходить не буду она абсолютно спокойненько себя ведет лампа у нее горит под почистил подстелил весь загончик потому что ну как бы вдруг начнет пороситься пусть поросится ничего страшного она аккуратненькая так что все будет хорошо а дверь не закрыл на улице вот сейчас дверь открыта у нас плюсовая температура смотрите все под лампу собрались как бы чувствует даже вот это малейшее изменение температуры а было бы сейчас дверь открыта так они вообще вот тут полягали потому что потому что прям жарко в помещении выше 20 градусов а под лампой вообще и того жара там он шесть стук но я уже не буду заходить завтра заберу я про перепелок шесть стук снесли вот так да молодежь вот такая умничка знаете как бы в среднем поросята всегда на свиноматку считаются ну вот по по опоросам вот так вот там вчера написали это шо всех перепелят передавили нет не всех нет не всех три штуки есть три штуки осталось корма значит вот три штуки с цыплятами все хорошо со всеми цыплятами все хорошо мы не потеряли ни одного хочу добавить уточнить нормального цыпленка один там цыпленок в самом начале слабенький пропал но это сам он по себе а так чтобы из этих цыплят ну как бы из хороших мы не потеряли ни одного цыпленочка на данном этапе друзья потому что вы пишите всегда вот ты сейчас заглазишь ну что значит сглазишь как я не могу вообще так сказать а как и вы будете знать можете вот пересчитать как бы ну я же просто вас ставлю в известность это это не тайна и но я не знаю вот так я им мочу дробленку и добавляю в нее рыбную муку они отлично едят отлично едят такие весельники водичку поменял все хорошо у них и точно так же и у этих тут тоже все 26 цыплят на месте сейчас постараюсь закрепить его секундочку чтобы меня руки освободились я пока что сбегал эти стихи стихи сбегал вот так до но свои пшеничные посадки не такую тихо как эта штука называется когда пшеничная пшеничный сок выдавливают из молодых побегов и это как-то там называется да это там дорого стоит вид грас или как я не помню или вроде правильно да говорю вот так скажешь давайте вот так с кашкой с кашкой вот так молодцы тут тоже получается 26 штук один вот не растет это именно ее цыпленок вот как бы у них разница небольшая в выводе но при этом эти смотрите какие большие этот маленький а те которые хорошие вот уже прям большие я сейчас сейчас им даю кушать комбикорм бройлерный вот это это бройлерный комбикорм и ну чтобы немножечко был он питательный этот старт для бройлера и вот хоть они простяки но я им даю сейчас такой комбикорм и они вот когда их берешь в руку они прям такие тяжеленькие хорошенькие не знаю будут они друг друга клевать или нет это будет ясно со временем но пока пока они от спина грызли только мамку да нате кашки с лапки 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 вот так вот те какие молодцы какими кусками едят а еще даже не то что что едят а еще даже то что просто вот побегает вот эта активность это тоже цыпочкам на пользу а вот смотрите помните 1 было одно яйцо от кахенхина карликова и мы так посчитали что это пепельный цыпленок и вот сейчас когда они начали обрастать я могу вам с уверенностью сказать что мы с вами правильно определили этого кахенхин чека вот кахенхины снесли одно яйцо вообще одно яйцо и больше не несутся я не знаю что за дуринда придумала придумала снести одно яйцо но она его снесла и я его заложил в инкубатор а ой в инкубатор под курочку и вылупился кахенхин и он прям отличается вот посмотрите как выглядят крылышки у бентамок тихо ну как же вам его показать и вот как выглядит у него даже он стоит не так потому что у них такой зоб опущенный вот вот это вот это карликовый кахенхин только мои кахенхины черные и рябенькие ну вот черная рябенькие а ребеночек у них вылупился пепельный понимаете будет интересно дай бог выживет и вырастет и потом будем как бы будем на него смотреть будет пепельный да мамулька знаете вот единственное что мне не нравится когда она таскает вот эту поилочку они вот так пальчики у них пролазят в сетку она вот так толкает и у них придавливает сама им пальцы но наш не понимает дурин да о божечки свинья через перегородку бьются а тут пуховички вот такие уже большие ты куда гребешь детей швыряешь во все стороны бинтанки уже какие большие да вообще там некоторые большущие бинтанки тут смотрите все месяца нету толстенькие такие прям тяжеленькие хорошенькие надеюсь надеюсь что они не будут друг друга кусать дурын душки смотрите я вас тут кормлю 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 а вы еще друг друга потом едите чокнутые на самом деле как бы они вот хоть и притаптывают вот этот корм тут вот так прям ровненько но утром прихожу оно прям все вылизано ну как бы ля выгребла красавчики черненькие да хоть и какой красивый ну вот такие вот дела а когда когда станут пушистики все но я имею ввиду в перышках вот эти пуховые будут вообще красавчики да будет такое стадо большое все мамка мамка наелась ей надоело надо закрывать дверь уже проветрилось помещение а то как-то я долго ее держу открытой спят сардельки спят усталые свинюшки детки спят вот смотрите кто там писал что они не вместятся отлично вмещаются а чем старше становятся тем меньше им нужно тепло и тем больше пространства они занимают а если им холодно они любят друг на друга прям кучка лечь но как бы это сейчас я же повторюсь дверь открыта а вообще если вот такое будет теплое время то наверное уже можно начать отключать лампу у поросят у хавроньи они большие а в сарай реально жарко вот прям реально жарко да мамульчика а самая самая умничка по поеданию всегда это вот это девочка нытья у нее она прям как пепа вылизывает кормушку прям умничка да вот так вы не думаете что я им прям свет отключу это так мысли вслух потому что у нас на улице плюс пять бывает плюс семь хоть и зима сейчас но у нас вот такие прям теплые дни и когда вот так тепло помещение здесь прям тепло вот сейчас на протяжении всего времени как я снимал видео а это вот уже я полчаса снимаю дверь была на улицу открыта то есть я проветривал помещение потому что на улице тепло пустил сюда свежий воздух и вот смотрите сейчас помещение с тем что дверь открыта 18 градусов вы скажете что это сверху но это правильно но это с открытой дверью когда дверь была закрыта тут сегодня днем сверху было до 25 градусов а под лампой вообще жара то есть на полу градусов 20 я уверен что поросяточкам тепло а когда им холодно то они могут сами себя согреть вот такими агрессивными играми играются это так они ну конечно они настолько агрессивные что после таких игр если зубы не скусаны то на щеках прям раны остаются но зубы скусаны так что эти драки безопасны а какие добрые детки да как они любят друг друга обнимаются а на самом деле в дикой природе жалости нету ну не в дикой природе у животных вон гля-гля все победил победил завалил победил да валенки давайте мне сапог резиновый погрызите мои хорошие вот кому непонятен размер поросят куда ты лезешь можете сравнить как бы с размером вот сапог 43 размера наверное 44 они небольшие вот поросята уже больше чем сапога а можно сравнить вот так с бутылкой вот 5 литровая вот тот поросенок он уже больше 5 килограмм вот этот точно точно больше а 5 килограммовый вьетнамец это идеальный вес для поросят прям для вьетнамцев шикарный у манки с овсянкой прошлый выводок по которой были покрупнее были по 8 по 9 килограмм это прям перебор для вьетнамца ну как бы свинка крупная поросята крупная но и эти вот видите как бы ну маленький наверное килограмма 3 а тут может килограмма по 4 этот 4 с половиной этот до 5 килограмм вот такой у них сейчас вес а получается что то им еще ну 6 дней до месяца еще еще чуть наберут а когда я продаю я продаю с 5 дней ну с 35 дней примерно то хотя хотя люди когда слышат что поросята уже готовы к продаже некоторые некоторые не ждут 35 дней приходят забирают и 30 дневных и 28 дневных забирали так что ну по разному бывает да делки молодцы как нибудь ну справились первый раз да скажи что только не произошло за эти опоросы ну вот так все друзья всем большое спасибо за просмотр да девчатки ой всем спокойной ночи ну и всем пока пока сейчас еще перепелочком подосыпаю и буду уходить потому что на ночь я а да еще хотел сказать вспомнил мне написали этот чтоб ой 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 чтоб показать нужно нужно залезть в клетку мне написали как бы у меня клетки от мини фермера я вам рассказывал и ссылки оставлял и завтра буду делать распаковку тоже вам оставлю ссылки может кому-то будет интересно смотрите мне задали такой вопрос тут что в клетках для взрослых перепелок которые яйцо несут что для цыплят кормушки идентичные единственная разница это то что пол пол в клетках для перепелов для курочек взрослых в отличие от брудера с наклоном то есть вот это единственная разница в клетках а так они стандартно одинаковые по ширине и длине и высота чуть ниже потому что у перепелок высоко нельзя они скачут это нехорошо и вот вот эта кормушка я с производителем разговаривал когда заказывал себе вот эту клетку когда и это а почему кормушка такая самая они говорят что просто как бы другую они не придумали какую сюда прицепить но и мне одна моя зрительница написала она купила такую же себе клетку и спросила и мои просыпают корм да друзья какую бы вы клетку кормушку не сделали перепелки корм рассыпают все равно то есть они рассыпают корма просто по причине того что они в нем роются как бы вы не организовали кормушку ну я извиняюсь за эти крики но в основном можно конечно какую-то там сделать такую чтоб только там голова пролазила ну типа того как у меня в той клетке где в баночках сделал отверстие и они туда голову засовывают и так просыпают на самом деле все равно снизу корм рассыпан но кто держит перепелок и не держит остальную птицу это конечно немножечко возможно проблема вот это то что немножко просыпает корм я же на эту проблему абсолютно не обращаю внимания вот смотрите я чистил поддон вчера и за это время насыпал получается уже сюда в кормушку раз шесть то есть где-то шесть килограмм корма может пять сейчас буду шестой насыпать и вот шести килограмм вот как бы я вам показываю как есть вот видите помет за сутки это конечно нужно было сегодня убрать но я уже утром уберу и вот сколько корма просыпано абсолютно мало где-то может грамм триста то есть из пяти килограмм где-то триста грамм получается что просыпают они около пяти процентов корма вот высыпается где-то пять процентов корма я считаю что это совсем небольшая потеря ну как бы по общему весу с скормленному птице а у тех у кого не только одни перепелки а есть еще и курочки или какая-то другая птица я например вот это выгребаю отдельно вот и высыпаю вот так куром под ноги и они все выбирают я вам уже рассказывал это много раз как бы у меня потери корма нету вот второй лоток точно так же смотрите абсолютно вот прям совсем-совсем чуть-чуть-чуть-чуть корма просыпано так что ну потери есть но они несущественны так что это я к тому что клетками я абсолютно доволен доволен ну а у человека возник такой вопрос ну и думаю что я на него ответил все друзья что ты решила покормить всем большое спасибо за просмотр ну и всем пока-пока пока пока пока